Женщина написала, что легла заниматься сексом с мужчиной, проснулась как будто бы обкраденная, так как будто бы ее обокрали. Удивительный вопрос такой, а кого могли обократь? Кого она сама в себе обокрала? Какой там сценарий сработал? Надо просто посмотреть. Их там несколько, как правило, возникает. Первое, что нельзя спать со всеми подряд. Я же порядочная женщина. Второй сценарий, что мужчина мог быть женатый. Третий, еще какой-то момент. То есть вариантов куча. И что именно, кто именно почувствовал себя обкраденным? Кто? Мать? Жень? Ну какая роль? Надо туда глубину смотреть, потому что, наверное, таким образом не определишь. Да, там есть травма. Там на самом деле есть травма, и эта травма привела тебя вот к этому состоянию, к этому ощущению. Но это не есть хорошо по одной простой причине, что на эту травму нужно посмотреть. Еще один. Вот Дмитрий. И ее должников нужно прощать. Дмитрий, вы знаете, не должников нужно прощать, а себя. Потому что кто обижается? То есть кто-то вам должен, да? И не отдает. А зачем вы занимали? Кто занял? Как правило, это какой-то преданный друг, который привык предавать себя, да? Потому что если бы он не занял, он был бы плохим, люди бы осудили. И вот этот осужденный, пожизненно, внутри тебя самого, дает возможность вот этой боли, да? Так освободить, наверное, для начала нужно того вот осужденного, кто там сидит и не прощает. Я, может быть, говорю немножко запутанно, да? То есть это транзактный анализ, это основа, ну, как бы основа всей терапии, репситерапии, да? И всевозможных. Должен был получить прибыль и не получил. Ну, вот смотри, кто должен был получить прибыль? Вот надо, я всегда задаю вопрос, кто там внутри? Потому что поначалу это приводит, ну, в такой прям в шок, да? Кто? О, кто? Я. Кто я? А я-то кто? Этот я кто? Кто там? Во-во, да, я, конечно. Конечно, конечно, я. А кто этот я? Идти в глубину самого себя, это осознать, а что там у меня внутри, да? То есть мы говорили о том, что мы проживаем в день 60 тысяч мыслей. 60 тысяч мыслей запускает примерно 60 тысяч ролей. Ролей внутри тебя самого. И там, ну, там разные роли, да, и хорошие, и плохие, но ты все время привык быть хорошим. Ты не можешь же быть плохим. Нам в детстве же говорили, что плохим быть нельзя. Если ты будешь плохим, тебя не будут любить. И все вот эти вот плохие роли, они закрыты, они сидят в тюрьме, они осуждены, знаешь, как безвинно осуждены. И они-то и стремятся выйти наружу, да? И они тебя там, ну, вот они и приводят к боли. И принять эту роль, осознать ее, простить себя за это, за то, что ты сам себе запрещаешь. Это не значит, что тебе нужно идти и делать. Как правило, когда ты прощаешь это, ты просто проживаешь опыт. Потому что я еще раз напомню, что вот это вот великое поверье, что у тебя есть душа, да? Сама по себе. Ну, это иллюзия. Очередная. Придуманная твоим мозгом. Ну, или даже не твоим мозгом, а кем-то там, что она вот здесь вот живет. Потому что один маленький нюанс. Твоей душе миллионы лет, а тебе там всего 30, 40, 50, ну, не знаю по фотографии сколько. И в итоге-то получается, что ты есть души. Даже не ты есть, потому что ты есть триединство. Триединство духа, разума и тела. И причем разум и тело считают, что не самое главное. А дух – это та связь с душой. То есть, по сути своей, ты всего лишь биологический генератор. Биогенератор для проживания своих опытов. Да, то есть, проживая свои опыты, ты вырабатываешь энергию для своей души. То есть, по сути своей, ты дойная корова для своей души, только вместо молока ты даешь энергию. И это происходит примерно таким образом. То есть, есть ощущение, то есть, они через старый мозг, через позвоночник идут ощущения. Ощущения там вырабатывают нейромедиаторы, нейромедиаторы нейропептиды, нейропептиды вырабатывают гормоны. Гормон – это чувство. И вот соединение ощущений и чувств происходит эмоция. То есть, ты проживаешь это внутри самого себя, ты даже не замечаешь это. Ну, как правило, человек это редко замечает. Происходит эмоция. Вот эмоция – это, грубо говоря, строительный материал материи. То есть, твоя мысль, мыслеформа, да, подкрепленная энергией. И есть такой еще момент в квантовой физике, да, наблюдатель создает наблюдаемое. И получается, какой наблюдателя ты поставишь, то есть, если осуждающая роль выходит, да, судья, то все, что происходит в твоей жизни, просто происходит осуждение. Ты живешь на уровне энергии осуждения и удивляешься, почему к тебе уходят деньги, уходит энергия. Не только энергия, не только деньги. Деньги – это тоже энергия. А уходит все. То есть, ты вечером приходишь домой усталый, там, прочее, прочее, прочее. Потому что осуждение – это перевод энергии не вовнутрь самого себя, да, не для получения своих желаний, а вовне, на борьбу с внешней средой. И эта внешняя среда дает возможность тебе. Ее много, а ты один. И не хватает энергии, чтобы справиться. То есть, грубо говоря, ты свою жизненную прану просто бестолково раздаешь на свои иллюзии. Это прикольно. Эдгар, приветствую. Увидела у себя удивительный сценарий «Неудачница». Иду с этим на тренинг. Приходи, приходи, Анечка. Да, удивительный. «Неудачница». Посмотри, а что это за неудачница? Какие запуски происходят? Потому что, да, это на самом деле, неудачница – это, ну, она во всех аспектах работает. Такая удивительная, удивительная, удивительная роль. Ее надо просто простить будет. Да, прости. Недавно у меня была девушка с женой. То есть, мы возвращали ее жену. То есть, у нее была ситуация очень интересная. То есть, она развелась с мужем. И как только доходило дело до каких-то уже таких глубоких отношений, мужчины просто убегали. Они просто сбегали и все. И когда мы нашли эту жену, вернули, да, когда там муж ее обвинял, то, что она его не защитила, да, и вытащили эту ситуацию, ну, поехал замуж уходить. Вчера списывали, позавчера, по-моему, списывали. Это удивительно. То есть, когда человек разрешает себе жить, какие чудеса с ним происходят. И главное – видеть эти чудеса, идти за ними, как по флажкам. Не привязываясь к результатам. Какая разница, каким образом тебе Вселенная, Господь даст эту возможность. Ты же не знаешь. Как он тебя проведет по тем точкам. Да, это могут быть разные точки. Потому что, я еще раз говорю, есть инерция. Ты никуда не денешься. То есть, гормоны не могут не вырабатываться. Ну, то есть, вот они вырабатывались одни и те же, да, на протяжении определенных лет. Потому что все наши чувства – это химия внутри организма. Это гормональный фон. У тебя есть питание, там, правильное, неправильное. Я не знаю слово «правильное» или «неправильное». Да, но есть свое определенное, да, питание. Есть свое определенное проживание ежедневно. Да, что запускает в тебе агрессию, что запускает в тебе сжимание вот здесь, сжимание в животе. То есть, это же гормоны. И они сразу вот мгновенно отцепиться не могут. Да, есть ситуация, в которой нужно просто идти. Анастасия, благодарю за вопрос. Удивительный вопрос. Как справиться с чувством вины перед ребенком из-за того, что мало времени проводишь с ним? Анастасия, на самом деле, из-за того, что мало времени проводишь на работе? Наверное, из-за того, что много времени проводишь на работе, а мало времени с ребенком. Наверное, я так думаю. Звучит этот вопрос. Но если я буду отвечать на этот вопрос и не так, как вы написали, да, потому что вот здесь... Вот здесь написано, как справиться с чувством вины перед ребенком из-за того, что мало времени проводишь с ним? Из-за того, что мало времени проводишь на работе? А где же вы тогда проводите время? Я думаю, что много времени проводится на работе. На самом деле, на самом деле, это удивительный вопрос. И это происходит очень часто, да. Ребенку не нужно много времени проводить с вами. Ему нужно видеть, что его любят. А когда его любят, это дают ответственность ему за самого себя. Дети – это цветы. Что детям нужно, да? Поливать их и ставить на солнце. Ну, цветок, цветков. Так же и ребенку. Дать возможность, дать возможность жить, любить. И говорить ему, как вы его сильно любите. Быть с ними, радоваться. То есть, настолько, настолько времени. И приходить вечером с работы не садиться там за компьютер, да, а быть с ним. Обнимать его, говорить его, как вы его любите. Там, играть с ним в какие-то игры. Ребенку нужно, ну, максимум полчаса, час, чтобы вы были вместе. Но только тотально были вместе, вот, соединены в одном. И тогда, да, тогда все остальное время вы можете проводить так, как вы считаете нужно. Эдгард, год ждала кабинет для массажа в том месте, где мечтала. После работы с тобой прошло три недели, и желание сбылось. Благодарю. Чудо просто какое-то. Да, это удивительно. Когда ты разрешаешь себе идти, ты пускаешь направление своего желания, энергия. Есть целая формула. Мы говорим на тренингах, а не постоянно, да. То есть, если сказать это без тренинга, это будет, конечно, бессмысленно, балалайка. Я отвечу на вопрос, который мне пришел, и я его не отвечал на том эфире. Это вопрос, зачем ты стал психотерапевтом. Сдала мне его великолепная женщина, мой коллега Наталья из Екатеринбурга. Мы очень много встречались в центре веры, мы учились вместе, ходили на мастер-классы. Удивительный человек, удивительный психолог. Прямо горжусь дружбой с ней. И она мне так закрутила, этот вопрос закрутил во мне такую энергию интересную. Прямо закрутил. Я не стал сразу отвечать на него. А действительно, зачем? То есть, у меня есть бизнес, который приносит нормальный, стабильный доход. Зачем мне ездить по городам? Я долго думал. Целых два дня. Это над этим моментом. Знаете, удивительный момент. Есть такая ситуация, называется human design. И вот у меня открыт единый центр трансформации. То есть, у меня больше нет никаких. Все остальные центры закрыты. Единственное, что я умею делать, это трансформировать. Через свой опыт, через свои проживания, трансформировать все, что происходит вокруг. Больше ничего. И когда я занимался, то есть, я уже говорил много, почему я пришел в психологию. То есть, давайте сначала. Когда мне было 42 года, произошла ситуация, которая дала возможность мне, скажем так, переосознать свою жизнь. От меня ушла женщина, с которой я жил, у которой была дочь, то есть, испугалась. Потому что так получилось, что мы строили деревоперерабатывающую фабрику большую, то есть, все свои деньги, которые были, туда вложил. И еще пришлось взять кредитов. И кредитов пришлось взять 5 миллионов долларов. Там 157 миллионов рублей. И так произошло, что был в 2009 году кризис, и фабрика лопнула. Ну, то есть, просто нам не дали деньги. То есть, мы уже подошли к тому, что все, получать кредит, построили там фабрику, то есть, очень много денег вложили во всю эту ситуацию. Подошли к этому, получили там первое кредитное, как оно называется, кредитное решение. Да, и нужно было уже в Хабаровске, как бы, вот такая, ну, осталось, как дает Хабаровский главный краевой банк, потому что кредит был большой. И так получилось, что когда я пришел к замначальнику, он говорит, ребят, ну, не под той звездой вы родились, да, и кредитов мы вам не дадим, потому что пришла бумага с Центробанка, кредиты не выдавать. Мы там еще год попыркались, подергались, да, то есть, в итоге я там потерял друзей, приобрел цирроз печени, причем уже безвозвратный, да, четвертой стадии. То есть, ну, был 185 килограммов весом, такой был красивый, серый, зеленого цвета, отходящий в иной цвет человек. И благодаря жене своей, любимой Марине, да, то есть, которая, ну, просто начала отогревать, она просто показала, что есть другой путь, путь добивания борьбы и прочих-прочих всех этих аспектов, он, ну, показала, как он убивает. И, в принципе, я сам ощутил, что добиваться, бороться, а я же борец был, я сам борьбой занимался, да, борьбец, скажем так. Добро должно быть с кулаками, там, ну, страшно было. И произошла очень интересная ситуация, произошла такая внутренняя трансформация. Да, я пошел там в рейки, пошел в космоэнергетику, начал заниматься этим вопросом, начал поправлять здоровье, сбросил вес, там, привел печень в порядок, выбросил вот эту книжку, как она называется, не пенсионная, а инвалидная его. То есть, выбросил ее, потому что, опять же, да, какого наблюдателя поставишь, если поставишь наблюдателя, это тоже то, что мне вот тогда жена моя объясняла, на самом деле она меня вела, как маленького путенка, как, потому что для меня, ну, то есть, я всем говорю, да, что я шел налево, да, развернулся и пошел направо. То есть, совершенно разно. И так получилось, что жизнь меня свела, благодаря, опять же, жене, свела еще с одной удивительной женщиной, Свера Леонтьевна Савельевичевой, которой мы сидели долго, у нас так получилось, что наши номера в гостинице были через стенку, то есть, мы сидели на балконе постоянно, много разговаривали, потому что она там давала тренинг свой к себе любимый, да, я прошел этот тренинг, и очень много ответов начал получать на свои вопросы. Соприкоснулся с собой любимым, там, вытаскивали мы моего мальчика, там, забитого, да, внутреннего, и она сказала просто, говорит, ну, давай, наверное, пойдем уже в психологию, потому что, на самом деле, что когда человек выходит после вот всех этих энергетических практик, они очень классные, они, правда, очень интересные, их очень много, всевозможных, да, то есть, я там проходил, и до Иры там, то есть, я, ну, я прям пошел в это, потому что я понимал, что, ну, другого выхода нет, да, надо было, ну, надо было просто спасать свою жизнь. Каких только практик я не пробовал, там, с кем мы только и с буддистами молились, и в церкви мы строили, то есть, ну, это был такой, знаешь, процесс торга такого, внутреннего, да, и когда я осознал, что, вот, психология, что она дает, да, она дает возможность познакомиться с самим собой, психея, да, психи, это душа, логика, это наука, наука о душе. И опять же, да, то есть, у нас, я, наверное, приверженец, ну, с детства у меня такой сценарий, и, наверное, спасибо ему, да, мы когда занимались спортом, то есть, мы ходили с боксерами боксоваться, там, с классическими борцами бороться, бегать с бегунами, со штангистами, там, штангой заниматься, да, то есть, разносторонний, и я не верю, что есть какая-то определенная школа, которая, вот, ну, вот, самое лучшее, самое главное, все остальное, нет, каждый, я еще повторял, наверное, уже, и неоднократно буду повторять, да, что у меня нет конкурентов, у меня есть соратники, все те, кто идут, возможность помочь человеку сдвинуться, сдвинуться с мертвой точки, да, то есть, встать с головы на ноги, это мои соратники, и это здорово, что они есть, это здорово, и каждый человек, кого, кто-то услышит меня, кто-то услышит кого-то еще, кто-то третьего, четвертого, и если была бы одна единая школа, какая-то, почему наука, психология, это самая распространенная наука, ну, вот, то есть, там всевозможные школы, всевозможные, и они все хорошие, потому что, если даже какая-то школа помогла одному человеку прийти в себя, познакомиться с самим собой, это уже здорово, это просто счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова